Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Мой собеседник, поэт Александр Вулых. Александр Ефимович, добрый день. Добрый день. Очень известный поэт. Очень. И в том числе своим музыкальным творчеством. Ваши стихи воплощение в очень многих известных композициях получили. Но мы обо всем будем говорить подробно. Как вам город? Что вас привело сюда? Я не первый раз. В Кирове, в прошлом году бывал интересный город со своей историей, старинной. И мне кажется, что город еще не до конца раскрыл свои такие исторические истоки. Что вы имеете в виду? Ну, то, что, я думаю, много интересного в истории города, которое еще должно будет на поверхность. А вообще есть своя аура. А город ведь он такой, какие люди. Мне большей частью люди встречаются здесь приветливые, гостеприимные. И друзья, которые приглашают, известный Руслан Мамедов, мой друг, товарищ, замечательный ведущий. Тоже автор, поэт, музыкант, певец. Вот. Поэтому мне всегда приятно приезжать в Киров на Вятку. Киров или Вятка. У нас, знаете, тут дискуссия уже много-много-много лет идет. И вот сейчас очередное движение за то, чтобы возвращать историческое название Вятк. Ну, вот, знаете, я так думаю, что бывают названия, там, современные названия городов, которые, в общем, не жалко возвращать историческое название. Вятка, конечно, очень красиво, имеет свою историю. Но и город имени Сергея Мироновича Кирова, в общем, тоже как-то жалко его, да, так, посылать в историю с ним. То есть, однозначной позиции у вас нету все-таки, да? Не могу сказать, потому что, ну, Вятка, да, это история. И Киров, это история. Не знаю, правда, насколько Вятка связана с жизнью и деятельностью этого партийного и государственного. Ну, известно, что Сергея Мироновича Вятки никогда и не был. Вот, это вот аргумент, это аргумент в пользу, да, в пользу возвращения исторического имени, исторического названия. А в чем наша специфика, вот такой взгляд со стороны ваш, такой творческий, в чем специфика наших людей, нашей природы, нашей, не знаю, атмосферы, обстановки? Такое, как я вообще люблю приезжать в города провинциальные, ну, провинция, понятно, в хорошем смысле, потому что, живя в Москве, ты не видишь и не чувствуешь пульса российского. Вот, российский... В Замкадье. Да, не чувствую, Москва это не Россия, это совершенно другое... Само в себе. Да, государство само в себе. Специфический мир такой, да. Вот, а здесь люди проницательные, здесь так вот присматриваются к тебе долго. Либо ты внушаешь доверие, либо такой вот, нужно найти общий язык. Но у меня это получается сразу, с помощью стихов, с помощью общения. Вот, поэтому мне приятно приезжать сюда. Здесь, в нашем городе, муза посещает, посещала что-то такое? Пока еще не посещала, честно скажу, ни в прямом, ни в переносном смысле. Вот, но, знаете как, у мужчин, поэтов бывает, что чаще всего стихи пишутся не в момент переживания, а как раз спустя какое-то время. Пост такой же. Да, да. А вот у женщин наоборот. Они вот, женщин, у девушек, девочек, да, которые вот стараются сразу выплеснуть то, что у них на душе. У них природа такая, они более эмоциональны. И они сразу пишут, пишут прямо вот в сам момент переживания. А с кем-то дружите, кстати, из известных современных российских поэтесс? Из поэтесс. Я могу сказать, что очень талантливая поэтесса Анна Ревякина, она из Донецка. Наверное, это самое яркое явление в современной поэзии. Вот. И поэзия, взошедшая на такой вот, ну, на трагедии, скажем так, трагедии города, народа. Вот. Это очень талантливая поэтесса. И я рекомендую обратить внимание на ее творчество, на ее стихи, поэма «Шахтерская дочь», которая стала очень известной, получила премию за эту поэму. Вот. А, ну, современные, вот, те модные поэтессы, которых, ну, их много в интернете и... Ну, главное, да, проявить любопытство, если хочется, да, потому что современных можно найти. Да, настоящая поэзия как раз вот Ани Ревякина я бы рекомендовал. Угу. Есть такая, да, крылотая фраза «поэт в России больше, чем поэт». А кто вам современный российский поэт вот сейчас, на ваш взгляд? Ну, сейчас вот, если так ретроспективу, взгляд ретроспективный бросить на историю, то мы поймем, что поэзия переживала разные такие неровные кардиограмму. Скажем, если в 60-е годы это был такой нереальный всплеск интереса, да, внимания к поэтическому слову, и это слово вышло на сцену дворцов спорта, стадионы даже собирал, там, политехнический музей, такие наши выдающиеся поэты, как Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, и так далее, и так далее. Вот. То потом, в 70-е, 80-е годы, поэзия не то, что ушла в подполье, она заняла свое место, а место поэзии, как и классической музыки, как и любого такого искусства, язык для посвященных, я это называю. Для посвященных. Язык для посвященных. Для избранных. Да, те, кто понимает, те, кто любит и знает, что такое, что такое стихи, как поэзия воздействует на струны души, так же, как и серьезная музыка, так же, как и искусство танца или искусство художника. Вот. Сейчас у нас остросоциальное время, такое время обостренного внимания к политической ситуации. И у нас в стране, и вокруг то, что происходит. Поэтому и поэзия должна быть, то есть не то, что должна быть, она должна быть поэзией прежде всего, но когда она имеет социальную окраску, когда она имеет такую вот актуальную направленность, она вызывает интерес у тех, кто не только, там, у любителей поэзии. Если это ясный, понятный, легкий язык, который, да еще, если это, как бы, да, заправлено юмором и иронией. Потому что жизнь у нас такая, что для веселых поводов смеяться, веселиться, улыбаться у нас не так много в нашей жизни. И то, что внутри страны, и то, что происходит вокруг нас. Ну, а здесь все дело в том, под каким углом смотреть на эти события. Ведь в любой ситуации, даже, может быть, в самой серьезной, можно найти курьезные моменты, которые нас заставят улыбнуться. А когда человек улыбается, говорят, это и жизнь прибавляется, и совершенно по-другому воспринимается. Смех добавляет жизни. И говорят еще, что заплакать, заставить гораздо проще, чем заставить рассмеяться. Улыбнуться. Потому что не обращали такое внимание, что когда идут какие-то комедийные передачи, то подложенный смех, который звучит, он так неестественно, как бы показывает, в каком месте надо смеяться. А когда идет какой-нибудь там, ну, я не знаю, драма или там фильм, где со слезой, но не плачут, не показывают, где нужно заплакать. Звукорежиссер там ничего не нанадрит. Да, 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 всхлипает. А вот этот вот искусственный смех, который меня очень, раздражает. Потому что, ну, считают, что если это не смешно, то надо усмешнить, значит, вот такими моментами. И уже неестественно, уже как-то нечестно, да? Ну да, потому что смех нельзя вызвать искусственно, если это не щекотка. На злобу дня часто пишете? На злобу дня, да. В последнее время, ну, во-первых, я один из первых стал писать на злобу дня. Это был конец 90-х, 99-й, 2000-й год. На одной популярной радиостанции мне предложили вести рубрику «Стих дня» от Александра Улыха. Я знаю, русское радиочек. Да, ну, не всегда, да, не всегда говорят, что там другую радиостанцию упоминают. Нет, 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 я спокойно как-то пишу. Вот на русском радио, это было два года подряд, я в ежедневном режиме вел эту рубрику «Стих дня». Потом уже там другие поэты, по примеру русского радио, стали у себя вводить подобную рубрику. Тоже делали то, что я начинал. Плюс, конечно, в том, что какие-то короткие стихотворения становились крылатыми, обретали крылья и уходили в народ. Ну, напомните, пожалуйста. Ну, например, известная фраза «Хулио приехал-то Иглесия со своими сольными концертами» именно с русского радио и с той вот программы «И ушла в народ». Вот, такое лирическое стихотворение было. Но минус был в том, что невозможно каждый день выдавать что-то гениальное, то, что становится крылатым. Ну да, радио в каком-то смысле это конвейеры, конечно. Нельзя. Ты встаешь и просыпаешься утром, садишься и понимаешь, что нет ничего сегодня. Значит, надо что-то выдумывать. Это должно быть актуальной новостью. Поэтому ты смотрел на календари. Какой праздник, какие там святки, какие еще события. Чтобы как-то актуализировать. Да, и оживить это дело, придать этому тоже улыбку. Ведь задача была в том, что с этого стихотворения человек, улыбаясь, встречает новый день. Потому что каждый новый день – это нам подарок от жизни. От Всевышнего, да. Александр Вулых, поэт. Наш разговор мы продолжим спустя небольшую паузу. Очень скоро вернемся. Продолжается наша беседа с поэтом Александром Вулых у нас в гостях в нашей студии. Вот сейчас прозвучали фрагменты нескольких композиций. Композиции как раз-таки на стихи Александра Ефимовича. Я сейчас перечислю. «Белый пепел» Александра Маршала. «Лодочка плыви», «Николай Трубач», «Игорь Саруханов». Там еще одна была композиция Саруханова. «Придуманная любовь». И исполнитель Данка с композицией «Онам». Вот такие все хиты. Вот как вы в это пришли именно для того, чтобы писать для исполнителей? И, кстати, в списке исполнителей, с которыми вы сотрудничаете, ну, огромное количество просто наших звезд. Жасмин, Ани Лорак, Николай Носков, Ирина Аллегрова, Диана Гурцкая, Михаил Шафутинский, Борис Моисеев и так далее, и так далее. Сейчас продолжает их, кстати, работать писать именно для исполнителей? Да, не так часто. Ну, вот с «Лолитой» у нас вышла композиция «Ты, мое море», которая завоевала сердца слушателей. За нее я был номинирован, стал лауреатом поэт года Национальной музыкальной премии в прошлом году. Вот с Алексеем Глызиным, это мой друг, близкий, тоже какие-то появляются красивые композиции. То есть продолжается сотрудничество, да? Да, да. Я уже сейчас не так активно в шоу-бизнесе, для этого есть причина, просто, ну, я не хочу. У меня там другие сейчас... Приоритеты? Да, приоритеты интересны. Вот, уже все, что мог, написал, может быть, что-то вот торкнет и удастся. А вот эти известные песни, да, они писались вот специально, вот в тот момент, или это что-то из прошлого, из загашников, что-то, не знаю? Начиналось это в середине 90-х, в начале середины 90-х. Я работал журналистом в московской газете. И тогда создалась команда, футбольная команда «Звезд эстрады». Да, я помню, помню, да. Под названием «Звезд эстрады». Я не помню, в Киров они приезжали или нет, должны были называться. Тут затрудняюсь, но само явление это помню, да, хорошо. Да, где все наши популярные артисты играли в футбол, приезжали вот в разные города. И у нас, кстати, и в Италии, в Германии тоже. Вот в Италии особенно интересно, там, с певцами итальянскими футбол был. Вот, и играли с правительством и известными людьми этого города футбол. А после этого концерт. А я был пресс-атташе этой команды, как журналист. Естественно, по роду деятельности, занятий, мне приходилось общаться с артистами. И таким образом, ну а чего, я думаю, ну вот просили, напиши песню, напиши Крис Кельми. Подождите, они как знали, что у вас есть такой талант, такая возможность материал создавать? Да, все это проходило в непринужденной обстановке, естественно, там, с какими-то банкетами, выпиваниями. Когда выпивали, я начинал читать разные веселые истории, стихи. Им это нравилось, они чувствовали, что у нас что-то есть. Как бы слава обо мне сразу, вот, она обошла вот этот вот, значит, контингент наш, и с артистами мы дружили тоже со многими. Я начал писать тексты песен. Первый опыт был с кем? С кем самый первый опыт? Ну, Крис Кельми. Крис Кельми, да. Вот, еще до этого была такая певица Ника, которая ко мне обратилась, 91-й год, как раз это был 19-е или 21-е августа, вот, когда весь этот, вся Москва, значит, путь, переворот, так далее, так далее, в редакции жгли бумаги, документы, ну, в общем, такое все, как не понимали, чтобы происходить. Смутное время-то. Да, да, а я сидел, она меня попросила написать какой-то попсовый текст, попсовые песенки, вот, и я сидел совершенно ни о чем не думая и без забот написал какую-то такую безделушку, вот, очень веселую. Ника «Карие глаза». Один из самых известных в хито, да? Ну, вот, было, да, было дело, у меня, правда, другая была композиция. Ну, вот, я помню, как вокруг меня, значит, суета, все бегали, что-то уничтожали, эти бумаги из архивов, думали, ну, кто, что будет. Вот так вот пришлось пережить несколько, да, и мы уже в другой стране жили. Да, все уже, СССР уже нет. Да, всегда будет то, где мы родились, выросли, потом раз, и все оказалось. Вот, и вот эта вот песенка, как бы совершенно ни к чему не обязывающая для этой певицы, она была таким вот моим ответом на то, что происходило. А как называлась-то? По-моему, название такое дурацкое «Разлука-злюка». «Разлука-злюка»? Что-то? Да, такая она попсовая. Попсовая. То есть она стала таким хитом, да, вот таким шляхом? Да, она не то чтобы хитом, но песенка, в принципе, она ее пела, звучала, ну, 91-й год, когда стал зарождаться только российский шоу-бизнес, вот, уже советская эстрада закончилась, и стали появляться такие вот... И все, да, с той поры потихоньку, помаленьку вы уже получили такую известность? Потихонечку, да. Человек пишущий. Вот, а уже к концу 90-х у меня появились и такие хиты, как «Лодочка с рухом», уже серьезные такие песни, которые вошли, навсегда вошли в репертуар исполнителей, как у Саши Маршалла «Белый пепел», «Отпусти на небеса любовь» и кого мы называли. А эти композиции, они все-таки, ну, вот, прям по непосредственному заказу создавались? Нет. Нет? Я писал, вот, удивительно, у меня было желание тогда писать, просто писать стихи без музыки. Без музыки. То есть вы даже не предполагали, что это на музыку будет положено, да? Вы писали это как стих. Я писал это как текст песни, но мелодии, музыки у меня не было. Не было. Я знал, что это будет песня, но без музыки. Вообще, очень сложно, когда музыка в голове не звучит, вот, ты же задаешь некий размер. Ну да. А композитор должен в этот размер вот еще соединить его с музыкой. Ну, мне кажется, проще гораздо писать по текстовке, когда уже готова и музыка, и ты понимаешь, о чем, понимаешь, для кого. А здесь ты как бы шил костюмчик, а не знаешь, на кого он придется. Кому он подойдет. Да. Вот кутюра или прет-а-порте, да, что ты сделал и для кого это. С сотрудничеством с каким артистом, ну, как-то вот, не знаю, особенно, может быть, гордитесь, подружились, личные связи завели. Вот вам очень приятно, что исполняет этот артист именно вашу песню. У меня было несколько вот таких знаковых моментов в песенном сочинительстве, которые можно назвать любопытными. Ну, во-первых, я бы хотел упомянуть нашего выдающегося вокалиста Николая Носкова, с которым удалось сделать песню в 2010 году. И она стала победителем, обладателем гран-при всероссийского конкурса «Весна победы», телевизионного конкурса, единственного, по-моему, эфира, которого транслировался в прямом эфире. И онлайн-голосование. Это была... Песня избиралась... Люди сами голосовали, да? Лучшая песня о войне современной, да, за которую голосовали сами телезрители в прямом эфире. Это Первый канал показывал. Это Первый канал, 2010 год. Это был эфир 2 мая. И вот Коля Носков пел эту песню «Пропавшем без вести». Музыку написал Владимир Леонидович Кубышко. И мы тогда совершенно... Как бы практически единогласно победила наша песня. И стал обладателем гран-при. Вот, к сожалению, с Николаем Носковым это оказалось единственной работой. Николай сейчас болен. Дай бог, конечно, все мы хотим, чтобы он поправился. Но тут уже все зависит от того, как судьба. Потому что, действительно, это, на мой взгляд, самый талантливый современный певец и вокалист. Ну, Николаю Носкову достаточно лет-то уже немало, конечно, да, я представляю. Он родом, по-моему, из Череповца, в Волгодской области. Да, да, это вот. Вот. А еще интересная сложилась судьба моей песни, которая... Это стихотворение. Называлось стихотворение «Баллада о случайной любви». Она была опубликована в каком-то сборнике. Этот сборник попал на глаза израильскому певцу, композитору, исполнителю. Очень популярному в Израиле. Он почти там номер один, как автор-исполнитель. Это Аркадий Духин. Аркадий Духин. И вот у него, его зацепило это стихотворение. И он сделал на эту балладу, сделал песню. Хотя я был очень удивлен, потому что, ну, я считал, что на такую балладу ее петь невозможно. Это баллада, рассказ такой, вообще, непонятно. То есть невозможно на музыку ее положить? Ну, невозможно, да. То ли такие, я люблю очень, когда удаются произведения, где непонятно, то ли плакать, то ли смеяться. И он сделал такую интересную композицию «Случайная любовь». Здесь сняли клип за, я не знаю, очень дешево. Здесь, в смысле, в России? В России, да. И этот клип просто взорвал социальные сети. Просто взорвал. Набрал миллион просмотров. Вот. Но с тех пор так наше сотрудничество не продолжилось. Его пригласили, приглашали в Москву такой концерт «Чартова дюжина» в Олимпийском. Чуть ли там не первое место эта песня занимала. Но как только узнали о его приглашении, тут же там менеджеры, директора, администраторы, значит, решили, что это вот тот самый случай им нажиться на этом деле. Ну и, короче говоря, никуда он не поехал. Но песня, песня существует. Если полюбопустовать, ее можно найти, собственно, и послушать. Да, ее можно найти и в интернете. На радио она тоже звучала, правда, не часто. Но вот композиция, которая совершенно выбивалась из общего потока. Вот. И третью песню, которую вот, ну, совсем недавняя история, ее очень полюбили. Это Лолита мне позвонила, сказала, что есть у меня одна музыка. Написали там два молодых парня с Украины. Но текста нет, потому что там, ну, не текст, а рыба. Если ты напишешь текст, я ее буду петь. Стихи. Ну и, в общем, стала такой любимой, любимой песней у многих поклонников Лолиты. Напомню еще раз название. Ты моё море. Ты моё море, да. Я слышал, да. Тоже можно отметить. Бывает ли обидно поэту, что вся слава, все лавры достаются именно исполнителю, да? И многие не интересуются, а кто автор музыки, кто автор слов? Вот. Артист, и всё. Бывает обидно. Бывает. Бывает. Я, правда, к этому уже отношусь философски, понимая, что автор, автор текста, как бы, да, им интересуется только в том случае, если как-то песня очень цепляет. Или, если это в песне какой-то чудовищная белиберда, текст, кто же это написал? Хочется узнать, да, тогда. Узнать, да. Ну, вот. Чаще второе. Чаще второе. Потому что, да. А так, конечно, когда узнают, там уже много лет, как, так это ты автор. Вот. И это ты написал, кстати. Самую первую песню для группы Тату, вот, в 99-м году, когда ко мне пришёл продюсер, там, Ваня Шаповалов с композитором, и говорит, нужна песня для двух девочек из группы Непоседы, из детских. Он, что, зачем, там, группа Непоседы. Для Юлии и Кати. Да, ну, даже неважно, их никто не знал, там, вот, вот, первая песня нужна, вот, такая, чтобы там и любовь первая девичья была, подростковая, и тема суицида. Я думаю, ну, как, как это всё вместить, да? Что же такое в голову пришло продюсеру? Ну, вот, мучился, мучился, а потом всё-таки сделали вот эту песню. Но Тату, ведь, проект-то такой был неоднозначный, да? Неоднозначный. Неоднозначный. В целом-то как? Впечатление о сотрудничестве? Я больше, больше, я вот, я написал первую песню «Скажи зачем», и больше я не сотрудничал. Прошло много лет, потом вот ко мне вернулись уже много лет спустя, там, Лена Катина, которая планировала сольную карьеру записать. Я сделал несколько русских, русскоязычных текстов, как бы это ковера, такие полианглийские песни, но этот проект не пошёл. Я, у меня даже появилось выражение, это вся работа «Тату под хвост». «Тату под хвост». Значит, небольшая реклама должна быть, после которой я, Александр Ефимович, вас всё-таки прошу, да, что-нибудь прочитать. Хорошо, с удовольствием. То, что вам на душу ляжет, что называется, давайте прервёмся. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Продолжаем наше общение. Поэт Александр Вулых сегодня в нашей студии. Я думаю, что интересный у нас разговор складывается. Пожалуйста, мы хотим услышать ваше творчество. В последнее время я пишу уж, поскольку привык, это моя такая фирменная фишка, это актуальные события в преломлении поэтического, к поэтическому слогу. Ну вот я бы хотел прочитать такое, может быть, кто-то заметил об этом событии, но оно и курьёзное, и не такое уж трагическое, поэтому и послужило поводом для написания стихотворений. Почта России совместно с такой фирмой «Рудрон-экспедитор» создало такой проект почтальона-беспилотника. На смену почтальону Печкину пришёл дрон-беспилотник, который должен доставлять в отдалённые районы всевозможную корреспонденцию, посылки. Ну, создаётся же искусственный интеллект. И создали этот беспилотник, наделили его искусственным интеллектом. Но этот интеллект, видимо, настолько опередил время, и дрон тут же просчитал вообще свою судьбу. Незавидную. И он должен был из Улан-Удэ за 35 километров лететь, отвезти там Бурятам какую-то посылку в Тарбогатайский район. Прикинул, как он туда долетит, как его там встретят. Понял, что ничего хорошего его не ждёт. И он решил просто покончить с собой. То есть убиться об стену. Он взлетел. Всё это было на глазах у губернатора. И, значит, генерального директора этой Почты России. Вот. Они посмотрели в небо, как он покружился. И потом резко пошёл вниз и просто об стену убился. И всё. Механизма больше нет. Нет. Восстановлению не подлежит. Посылку, правда, спасли. Что было в посылке, неизвестно. Остаётся только догадываться. Но ещё такой момент интересный, что Почта России тут же открестилась от этого самоубийца. Что мы не имеем к этому отношения. Абсолютно никакого отношения. Просто вот мимо проходили. И поэтому... Я обнаружил прощальную записку «Беспилотник Почты России». Внимание. Её, да, расшифровал. Звучит она так. Прежде чем разразит меня гром, я скажу, как продукт человека. Я курьер. Я летающий дрон. Новый тренд двадцать первого века. Мне к орбитам далёких планет возноситься хотелось красиво. Только я уродился на свет беспилотником Почты России. Я узнал без особых проблем, что папашей моим это точно был Рудрон-экспедитор 3М. А мамашей — та самая почта. Говорят, что про маму нельзя выражаться не очень красиво. Но кургузенькой жизни стезя не оставила альтернативы. Потому что я чую спиной, что в семье непрекаянной нашей, если что-то случится со мной, от меня отречётся мамаша. И вообще, в мельтешении дней, увлечённой своей мечтою, я не слышал, чтоб кто-то о ней пару фраз произнёс теплотою. Ну да что там о ней говорить, не о самой достойной из женщин. Я решил. Мне осталось прожить пять минут, ну а может и меньше. Я уже подготовлен к беде. На меня все глядят, как на пони. Я вообще из ула на уде вам пишу, если кто-то не понял. Тут, походу, гулянка вразнос. Губернатор в толпе появился. Кто-то речь надо мной произнёс, словно за упокой помолился. Журавли улетают в Китай. Я не знаю зачем, может, в ссылку. Ну а я должен в Тарбагатай трём бурятам доставить посылку. Я боюсь. Я, конечно, боюсь всем нутром своим страхом объятым, что обратно домой не вернусь, когда ставлю посылку бурятам. Лишь откроют бутылку они. Лишь разложат манты на тарелке, и рассыплются тут же мои гироскопы, барометры, стрелки. А ещё через час, наконец, потеряв половину комплекта, я почувствую полный конец для искусственного интеллекта. И теперь уж кружи, не кружи. Не взлетишь, как бы ты ни старался. А ведь я не для этого жил. Не для этого дело рождался. Я ведь видел во сне Сенегал. Я в Алжир уносился к Берберкам. Я о звёздах далёких мечтал, на Рублёвку летя к Рутенбергам. А теперь я смертельно боюсь, что навеки обманут судьбою. Я, наверное, об стену бьюсь, как взлечу. И покончу с собою. Я решил. Я всё сделаю сам. Совершить шаг последний я в силе. Запускайте же дрон в небеса. Позабудь меня, почта России. Занавес. Александр Вулых. Вот такое произведение прозвучало. Мгновенно родилось или много времени пришлось потратить? Ну, главное, я понимал, что это будет монолог беспилотника. Беспилотника, да. Такой хоп такой интересный. Да, а дальше уже это дело техники и просто понимать, вжиться в образ беспилотника, представить себе безрадостную картину его короткой и не очень яркой жизни. Кстати, для меня интересный момент. От руки всё это записывается? Или всё-таки гаджет? Ну, теперь уже я честно скажу, что я долгое время не мог перестроиться. Я вот пока не почувствую лист бумаги, пока вот рукой не буду ощущать, как я пишу от руки. А потом я уже привык, включаю компьютер и стираю то, что пишу уже так, как мне удобно. Ну, да, в электронном виде всё-таки текст, он доступен в любой точке мира. Ты можешь зайти куда-то там, посмотреть. Конечно, сохранить. А раньше вот это вот перечёркнутое, зачёркнутое, скомканное, выброшенное черновики. Как вы относитесь к тому, что всё больше, на мой взгляд, и всё чаще люди культуры, искусства посылают некие упрёки. Упрёки действующей власти. Вот вы не так делаете. Нельзя так с культурой обращаться. Вы понимаете, о чём я говорю. Да, конечно. Много у нас в последнее время каких-то поводов для возмущения, для размышлений. Вас беспокоит то, что происходит? Конечно. Культурная среда. У нас пять минут остаётся. Конечно, беспокоит. То, что происходит сейчас, и в частности в жанре сочинения песен, это не поддаётся никакому объяснению логическому, да, и кроме как беспределом это назвать я не могу. Безусловно, каждый... Многое очень зависит от родителей, да, как они воспитывают, какие ребёнок с детства, да, подросток, да, подросток, в детстве читал книги, это очень важно. Важно воспитание, важно, но также воспитание важно и в школе. Какие учителя, что... Чему научат, да, на каких, да, на каких, опять же, книгах, на каких произведениях литературы воспитываются поколения подрастающие. Вот. А то, что сейчас происходит, ну, это нам нужно как-нибудь, я приеду в следующий раз, мы поговорим, это и целая передача. Нам не хватит, чтобы вот обсудить то бедственное состояние, в которое мы в настоящий момент пребываем. Все мы. Все мы. Я знаю, что, в частности, в Кирове есть несколько театров. Это очень здорово для такого... Три профессиональных театра, да. Театр кукол, театр юного зрителя и драматический театр. Да, драматический театр. Вот. Так что культурная жизнь города может быть наполнена интересными событиями. Это здорово. Ну, кстати, вы, не знаю, рассказывал ли вам Руслан Мамедов, да, с которым вы сюда пришли, но у нас в последнее время некий все-таки запрос есть на поэтическое творчество, и есть места, заведения конкретные, куда приходят люди, одни слушают, другие читают стихи. Вот это есть. Это здорово. У нас есть. Это здорово, потому что такое, ну, я замечаю, что... Открытый микрофон такой есть даже, может любой желающий выйти, да. Что интерес к живому слову, вот, когда он просыпается, когда он есть, и в столице, и в других городах, живое слово, когда ты, понимаешь, непосредственно тебе не нужна там фонограмма или артист, стоящий на сцене, открывающий под фонограмму рот, там, феномен какой-нибудь Ольги Бузовой. Но это вот говорит о том, о чем мы только что с вами беседовали, да, когда зомбирование происходит такого вот суррогата. Подается суррогат, такой эстрадный боярышник, вот, который вызывает быстрое опьянение и отравление. И потом... На долгие, на долгие годы. Ничего не хочется уже, да. Ну, не знаю, я убежден, если человеку нравится читать, слушать, смотреть что-то более лучшее, чем нам дают официальные СМИ, он может это найти. Эти возможности есть. Сколько угодно. Книги, русская классика, русская поэзия, русскоязычная поэзия. Все это в доступности, особенно сейчас, когда есть интернет, когда есть социальные сети. Вот, все это при желании можно. Главное, чтобы вот рядом был человек, который подсказал. Подскажет, направит куда-то, да, как-то. Да. И был интерес к этому. К настоящему, а не к суррогату. Спасибо большое. Истекает время, к сожалению, нашей беседы. Поэт Александр Вулых. Ну что, я желаю вам еще получить приятные впечатления от нашего города. Где-то побывать. Спасибо. А в заключение я бы хотел вот коротенькое, просто такое вот напутствие стихотворное. Давайте. Сегодня у нас погода замечательная, но так далеко не всегда бывает. И вот чаще у нас так за окном бывает пасмурно, холодно. Так вот, если осень в окне, если в городе лужи, если чувствуешь смуту с тревогой в груди, если плохо в стране, так что некуда хуже, это значит, все лучшее ждет впереди. Не надо печалиться, вся жизнь спереди, да. Спасибо большое, Александр Вулых. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»